Пятая глава книги пророка Амоса Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упало, не встает более Дева Израилева, повержена на земле своей и некому поднять ее. Ибо так, говорит Господь Бог, город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так, говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля и не ходите в Голгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Голгал весь пойдет в плен. И Вифиль обратится в ничто. Взащите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О, вы, которые превращаете суд в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездия и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь — имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов? Посему так, говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель, на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы». И призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. «И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя», — говорит Господь. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу! Отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которой вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему.